Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 45-летнего жителя посёлка Оленино, обвиняемого в оставлении в опасности новорождённого ребёнка. По версии следствия, 1 марта 2024 года 31-летняя жительница посёлка Оленино, находясь по месту жительства, самостоятельно, без медицинской помощи, родила ребёнка. В тот же день женщина обратилась к своему знакомому с просьбой доставить новорожденного в медицинское учреждение для оказания ему необходимой помощи. Однако обвиняемый, желая оградить биологическую мать от осуждения со стороны родственников и общественности, отвёз ребёнка в город Белый, где оставил его в подъезде многоквартирного дома. Малышку обнаружили жильцы дома и вызвали скорую помощь. Девочку доставили в больницу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции МВД России Ржевский на одной из улиц Ржева задержали двоих 20-летних жителей Брянска, которые расклеивали на фасадах домов листовки с пропагандой наркотиков. У одного из задержанных обнаружено 645 листовок с запрещённой информацией. У второго 227 аналогичных рекламных материалов. В содеянном раскаиваюсь, свою вину признаю полностью. Сколько денег получали? 35 рублей за одну листовку. В каком городе были задержаны? Я приехал в город Ржев в ночное время расклеивать самоклеющиеся листовки. За листовку получал 35 рублей. На листовках был изображён киркот, по переходу по которому попадаешь на магазин, занимающийся распространением наркотиков. Был задержан сотрудниками полиции. Свою вину признаю, содеянным раскаиваюсь. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и за пропаганду наркотических средств. Сотрудниками наркоконтроля при содействии инспектора дорожно-патрульной службы в Калядинском районе задержаны трое молодых людей, подозреваемых в наркопреступлениях. Легковой автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, полицейские остановили на одной из улиц деревни Василёва. В ходе осмотра в салоне автомобиля оперативники обнаружили тайник, где находились крупные свёртки, внутри которых были упакованы 205 мелких свёртков с метадоном. Запрещенное вещество фигуранты планировали распространять через тайники закладки на территории Верхневолжья. Молодые люди в возрасте от 25 до 36 лет помещены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.